Еще вот у меня очень большой вопрос по улице Кирова, как сказать, после автовокзала у нас до автобусной остановки имеется тротуар, по проекту организации дорожного движения у нас с правой и с левой стороны тротуар быть обязан, так как у нас с обеих сторон имеются жилые застройки. Напротив выезда же из дорожного вокзала, да? Напротив выезда они есть. Дальше, до остановки общественного транспорта, да? От остановки и до конца улицы, до конца улицы, до ЖД-больницы, по левой стороне, по ходу движения к автодороге Ященко-Кирилюсы, у нас в данной тротуары отсутствует ширина проезжей части, согласно паспорту. Улица Кирова, проекту организации дорожного движения, составляет, на секунду при цирке, даже не помню, но вот здесь есть. Это вот примерно 2290 метров по 3335 метров, ширина проезжей части обе полосы составляет 8 метров 35 см и 7 метров 61 см. Но лично сам замерил, составляет у нас где-то примерно 13 метров, где-то превышает 13 метров. Если привести дорожное полотно в соответствии по ее ширине, у нас спокойно образуется пространство для устройства тротуара. Но речь следующее, что необходимо сделать тротуар. Необходимо по левой стороне тоже произвести работу. Я попрошу генерального подрядчика Ялеки Кириллаза оценить затраты, насколько это возможно по тем финансовым затратам, которые выделены на этот проект. И рассмотреть возможность рогустройства пешеходного перехода. Ну что, что заедешь, что вы члены дороги? По смажать. По протоколу запишите. И по, касается, по временным сооружениям. По временным сооружениям на данный момент у нас проверена улица Сверева. Сейчас проводится также проверка улицы Кирова на размещение нестационарных объектов, так скажем, в беугольник видимости. Если торговые почки попадают под несоответствие, то есть не нужно будет располагаться в этом беугольнике видимости. Но будет быть документ по беугольнике с теми, либо способности. Хорошо, по павильону, который такси на противоположной стороне на Кирова, что там? Павильон такси, ну, в принципе, при подсчетах проводимых он попадает в рамки беугольника запасного объективности шерного перехода. Но если там будут опускаются тротуары, то он будет создавать моменты. То есть это надо уже более тщательно подойти к данному моменту и уже рассматривать все возможные, как должно быть при них устройство. Временные сооружения, которые располагаются рядом дороги, они ведут к небезопасному движению, которое влияет на безопасность дорожного движения. То есть это должно быть обустроено и кровочное место, и соблюдены меры безопасности при сберении приводителей. Малая часть.